Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать 15 правильных ответов и выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» 100 рублей и на экране появляется первый вопрос. Как заканчивается название газеты бесплатных объявлений из рук в руки? Не спешите, у вас есть время подумать. Отлично, вы дали правильный ответ. У кого в стихотворении Маяковского крошка-сын спросил у отца? Это неправильный ответ. Вам не повезло. Вы не выдержали первого испытания. К сожалению, вы ничего не выиграли. Ладно, что необходимо для игры в теннис. А насчет Майковского я подумал. Крошка-сын пришел к отцу и спросил о кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. И ответил «Папа!» Надо было шум. Отец? Ну ладно. Что необходимо для игры в теннис? Корт. Правильно. Что широко практикуется в санаториях города Яссин-Туки? Включение минводами. Отлично! Это правильный ответ. Ну что ж, для того, чтобы заработать 200 рублей, вам нужно будет ответить на второй вопрос. Кто подсчитывает очки во время поединка боксера? Конечно, судьи. Это было не трудно. Правильно. Ну да, они еще и рефери называются. Водопад с каким названием существует? Виктория. Удачный выбор. Правильно. Как называется заключительная часть марафонской дистанции? Финишная прямая. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Итак, 300 рублей и третий вопрос. Чего по образному выражению не стоит бесполезная вещь? Ломаного рожа. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как согласно тексту песни Александра, Москва строилась не сразу? Отлично! Это правильный ответ. Какой пункт есть на каждом крупном предприятии? Медицинский. Отлично! Это правильный ответ. А вот следующий вопрос и 500 рублей. Будьте внимательны. Это уже четвертый вопрос из 15 возможных. Как в ПДД называются дорожные знаки разводной, мост и дети. Предупреждающие. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Чем обычно занимается экипаж МКС во время выхода в открытый курс? Ремонтом станции. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Конечно. Как называется индийский фильм, главную роль в котором исполнил Раш Капур? Бродяга. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Совсем неплохо. А мы переходим к пятому вопросу. Ответив на него, вы заработаете тысячу рублей. К кому в сказке Милна, Винни-Пу и Пятачок спешили на день рождения? После Ку-И-А. Правильный ответ и вы идете дальше. Круг какого цвета изображен на государственном фаре Японии? Красного! Конечно. Ничего не скажешь. Белый лах и красный круг. Но все я знаю. Какой из этих танцев является парный? Вальс! Это верный ответ. Отличная работа! У вас уже есть тысяча рублей. Интересно, кто из вас удвоит заработанную сумму, ответив на следующий вопрос? Шестой вопрос и две тысячи рублей. Какой согласный звук является звонким? Г, К, Х, Т. Г! Отлично! Вы дали правильный ответ. В Украине он не звонкий. И на... Какой инструмент не относится к смычковым? Арфа. Скрипка. Альт. Виолончель. Сейчас. Какой инструмент не относится к смычковым? Арфа. Ну да, я же пальцами перебежу. Перебираю. Отлично! Вы дали правильный ответ. Ну, молодец я. Что такое сулугуни? Сыр. Приправа, овощ, фрукт, сыр. Сулугуни – это сыр. Удачный выбор. Правильно. Сыр. Следующий вопрос и четыре тысячи рублей. Если вы даете неправильный ответ, то теряйте одну тысячу рублей. Думайте хорошенько, прежде чем дать ответ. Кто исполнил роль невесты Юрия Деточкина в кинофильме «Берегись автомобиля»? Ольга Аросева, Нина Урган, Наталья Селезнёва, Светлана Дружинина. Ольга Аросева. Правильно. Еще бы. Неправильно. Какая башня московского Кремля является проездной? Оружейная, арсенальная, комендантская, спасская. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Арсенальная. Как это ни печально, но вы неверно ответили на вопрос. Ну, а какие ли вы, знаешь, что там у вас? Вы неправильно ответили на вопрос. Но вам все-таки удалось добраться до первой несгораемой суммы, ее вы забираете. Я не в курсе. Клак. Название какого головного убора произошло от наименования города? Боливар, Канатье, Сомбрера, Феска. Сомбре. Как это ни печально, но вы неверно ответили на вопрос. Да. У вас уже было две тысячи рублей. И вы потеряли ровно половину, дав неправильный ответ. Что же, тоже неплохо. Одна тысяча всего за несколько минут. Если вы даете правильный ответ на следующий вопрос, то полпути до намеченной цели миллион рублей будут пройдены. Я лишь могу пожелать вам удачи. Итак, восьмой вопрос и восемь тысяч рублей. Какое из этих слов написано без ошибки? Полюстрада, 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 полюстрада. Вот это. Удачный выбор. Правильно. Вы хорошо играете, но будьте внимательны. При неправильном ответе на следующий вопрос вы потеряете 7 тысяч рублей. Итак, девятый вопрос. Если вы даете правильный ответ, то ваш результат удвоится до 16 тысяч рублей. Какой элемент таблицы Менделеева обозначается символом АУ? Платина, золото, серебро, ртуть. Ауру. Это же золото. Отлично. Вы дали правильный ответ. Сейчас мы всего в шести шагах от одного миллиона рублей. Внимание. Десятый вопрос и 32 тысячи рублей. Для какого голоса написана партия Евгения Онегина в одноименной опере? Пас, баритон, тенор, контральта. Тенор. К сожалению, вы выбрали неправильный вариант ответа. Не повезло. Один правильный ответ, и вам было бы не о чем переживать, так как вторая несгораемая сумма стала бы вашей. Но, к сожалению, ответ неверный, и ваш результат – одна тысяча рублей. Вот это действительно борьба. Теперь посмотрим результаты и сравним. Начинаем с игрока номер один. Это не борьба. Это фигня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok